Слово Церкви Елена, что касается обязательности посещения воскресной службы, в Священном Писании есть заповедь, которая прямо гласит «Помни день субботний, шесть дней делай, а седьмой день Господу Богу Твоему». Эта заповедь была дана Богом через Моисея всей Ветхозаветной Церкви, и она свято исполняется по сей день в среде евреев. Для христиан седьмым днем является день воскресный, то есть по еврейскому календарю первый день недели. Почему? Потому что Иисус Христос воскрес в первый день недели по еврейскому календарю. И именно по этой причине этот день мы называем воскресением. Просто задумайтесь над словом «воскресение», слово происходит от воскресения, то есть от факта, от события и жизни Иисуса Христа, то есть от факта воскресшего Христа. Именно поэтому христиане всего мира этот день отмечают как день седьмой. И в этом смысле заповедь о седьмом дне для нас приносится на день воскресный, потому что он тоже седьмой. На самом деле воскресный день всегда отмечался, праздновался как день Господа Иисуса Христа, день воскресения со времен Первой Церкви, то есть со времен общины святых апостолов и их учеников. Есть многочисленные упоминания свидетельства древних отцов церкви, свидетельства в ранних христианских источниках письменных, о том, что христиане собирались в первый день недели и совершали таинство причащения. Этот день назывался Днем Господнем или Святым Днем или Днем Воскресения. У нас он закрепился как просто воскресенье. Почему обязательно посещать церковь в воскресный день? Если даже посмотреть на это с точки зрения житейской логики, то мы увидим, что все шесть дней мы трудимся для того, чтобы обеспечить свое пропитание, кровь над головой, то есть иметь необходимое для этой земной жизнь. Но когда наступает седьмой день, который освящен для Господа и который, по сути, является прообразом будущего царства и того времени, когда уже не будет дней, времен, месяцев и лет. То есть прообразом того времени, когда Господь соединится со своим верным народом. Вот в этом смысле обязательно мы собираемся в воскресенье и всей церкви прославляем Господа Иисуса Христа. Мы собираемся вокруг одной чаши. И это очень важно. Потому что главная служба всех христиан – это Евхаристия, это божественная литургия. А если попытаться на простом языке объяснить, что есть литургия, то, по сути, это совместная трапеза. Потому что смысл литургии заключается в том, что верующим под видом хлеба и вина преподаются тело и кровь Иисуса Христа. И мы объединяемся вокруг этой совместной трапезы вместе с епископами и священниками. То есть весь народ Божий объединяется вокруг этой божественной бессмертной трапезы, которая дарует нам залог вечной жизни. Теперь давайте представим себе, что если мы посещаем эту литургию, это собрание раз в полгода. Церковь постоянно собирается, молится, почитает Господа, а кто-то живет в отрыве. В древней церкви было правило, что человек, пропустивший безуважительной причины три воскресных богослужения, отлучался от церкви. Правило осталось, но строгость его исполнения и применения к жизни христиан, конечно же, уменьшилась. Сегодня мы не используем это правило во всей строгости, потому что часто к нам приходят люди в храм, которые не были в церкви подолгу. Бывает, что не были даже несколько лет. Мы напоминаем нашей пастве, прихожанам, христианам о том, что это неправильно. О том, что каждый воскресный день освящается совместной литургией и поклонением единому Господу Иисусу Христу, когда мы едиными устами, единым сердцем совершаем хвалу. Суть христианства в том, что церковь должна собираться в своем общем собрании. Христианство – это не религия отдельно взятого человека, это религия общины. И для того, чтобы христианство как бы состоялось, то есть явило себя во всей полноте, община должна собраться. Именно поэтому мы собираемся в воскресный день. В наше время это особенно актуально, потому что у нас появилась новая религия, так ее можно назвать, условно, с некоторой натяжкой. Когда в воскресный день люди, вместо того, чтобы прийти в храм Божий, крещенные люди, посещают торговые центры, развлекаются, ходят по всевозможным увеселительным заведениям, местам, где досуга, где можно провести время. И мы забываем о том, что воскресный день, особенно с утра, должен быть принесен Богу. Да, люди могут возразить о том, что как же так, хочется с утра отдохнуть, хочется там полежать, хочется вот хотя бы набраться сил. На самом деле всякий, кто посещает воскресную тургию, знает по опыту, что больше всего духовных и телесных сил человек получает за христианским богослужением. Потому что за этим богослужением мы не просто молимся, не просто говорим правильные слова и прославляем Бога. Мы получаем от Бога то самое главное, что является источником и залогом нашей жизни. Мы получаем тело и кровь Иисуса Христа. Именно поэтому каждым воскресным богослужением нужно дорожить и стремиться туда неукоснительно, если только нет какой-либо убожительной причины, которая мешает нам посетить и участвовать в этом богослужении. Еще один очень важный момент. Мы не просто посещаем, не просто присутствуем, мы участвуем в богослужении. Этот момент очень существенный, потому что на самом деле, если рассматривать литургию как совместную трапезу, каждый пришедший туда становится ее участником, а не просто зрителем или наблюдателем. Каждого приходящего мы приглашаем быть участником этой совместной божественной трапезы. Что же касается остального времяпровождения в воскресенье, то никто не запрещает совершать те или иные необходимые дела. А тех, кто считает, что в воскресенье нужно сесть сложа руки и ничего не делать, обличают слова Иисуса Христа, которые он произнес в Евангелии, обратившись к некоторым представителям еврейского народа, когда те осуждали его за исцеление и так далее. Он сказал, обращаясь к одному из них, как лицемер, каждый из вас, не отвязывает ли своего вала, не ведет ли его на водопой. То есть неужели нельзя совершить самое необходимое? Естественно, мы нуждаемся в пище, в отправлении каких-то необходимых вещей, каких-то самых привычных вещах, которые просто необходимы. Извините, никто не запрещает умываться с утра, чистить зубы или в конце концов принимать какую-то пищу или зайти в булочную, может быть, за хлебом. У нас нет таких строгих, жестких формальных правил, регламентирующих или требующих строгого запрета на совершение какого-либо действия. В этом смысле воскресный день, с утра посвященный Богу, в остальное время является свободным. Конечно же, лучше и преимущественнее провести его в молитве, совершении каких-либо добрых дел в течение священного писания, чем совершая уборку по дому или что-то еще. Но если уборка необходима, то никто не запрещает ее совершать. Потому что часто в нашем современном мире, в том ритме, в котором мы живем, крайне сложно бывает это сделать в день будничный, когда человек работает по 12 или 14 часов в сутки. И Святая Мать Церковь деспотически не требует того, чтобы человек не успел убрать квартиру во все будние дни, а воскресение посетив храм, потом должен сесть, сложа руки, и смотреть, как вот у него дома, так сказать, неубранные, некрасивые и неопрятные. Все ко всему нужно подходить разумно. Но самое главное – расставить точные приоритеты. То есть сначала отдать Божию Богу, а потом, как говорится, по слову Писания, по слову Христа, кесарю и каждому свое. Какую литературу вы посоветовали бы прочитать тем, кто хотел бы узнать о Боге? Сегодня церковные лавки предлагают море книг о жизни святых. Как не потеряться в этом разнообразии? Спасибо, Игорь Росляков. Да, действительно, сегодня море литературы, и у нас очень большой выбор. Самое главное – помнить о том, что ориентиром в этом безбрежном море церковной литературы в первую очередь должно быть Святое Писание, то есть это Святое Евангелие, апостольские послания, Ветхий Новый Завет. Далее, после этого следует творение святых отцов-учителей Церкви. То есть тех, кто действительно прославлен Цергию, чьи творения не являются сомнительными или подложными, или опасными для духовной жизни. После этого идут различные литургические тексты и наставления современных батюшек, тех священников, которые обладают определенным авторитетом в Церкви, духовников, тех или иных преподавателей духовных учебных заведений, то есть тех, кто имеет благословение на публичную деятельность, публичное слово, выступление средствами массовой информации, или написание каких-то книг. Но помимо всего этого, конечно же, мы часто встречаем различные сомнительные источники, так сказать, духовной жизни. Мы встречаем различные книжицы о том, как нужно вести духовную брань, как где-то кто-то что-то сказал и так далее и тому подобное. А вот лучше всего церковную литературу покупать в церковных лавках, то есть в лавке, которая при храме. Потому что при формировании с-под того перечня книг, которые выходят на продажу, они тщательно проверяются. Сегодня у нас в Церкви уже есть специальный отдел, называется Синодальный информационный отдел Русской Православной Церкви. Книга, не получившая гриф, одобрена Синодальным информационным отделом, не может быть отдана в продажу. Книги же, которые этот гриф получают, проверяются, прочитываются сотрудниками этого отдела. И, соответственно, мы имеем возможность избежать всякого подлога, всяких сомнительных и фальшивых источников, которые могут повредить нам, а не принести какую-то пользу, желанную и ожидаемую. Поэтому, дорогие братья и сестры, старайтесь в большей степени ориентироваться на Святой Евангелие, Святых Отцов и на то, что благословлено Церковью. Как утвердиться в вере в Бога? Мне кажется, что во мне ее совсем мало. Спасибо, Валерий Исайенко. Личная духовная жизнь каждого христианина строится на трех столпах. Это участие в церковных таинствах, то есть наиболее часто участие в таинствах причащения и покаяния. Второе – это чтение Святого Писания. И третье – это личная молитва. Вот если вы стараетесь регулярно участвовать в церковных таинствах, богослужениях, если вы регулярно читаете Писание и молитесь согласно церковному уставу, вы непременно будете утверждаться в вере. Вера укрепляется по мере укоренения в Церкви и совершения добрых дел. Святой апостол Яков говорит прямо о том, что, говоря об Аврааме и проецируя пример Авраама на каждого из нас, вера содействовала делам его и делами вера достигла совершенства. Вот такой несложный и нехитрый путь предлагает нам Священное Писание. Укреплять веру таинствами церковными, чтением Писания, изучением Слова Божия и совершением добрых дел. Безусловно, нельзя оставлять личную молитву, которая в сочетании с постом становится по слову святых отцов как бы двумя крыльями, которые устремляют душу человеческую к Богу. И нужно помнить о том, что эти добрые дела, совершаемые нами, в свою очередь, укрепляют нас в нашей христианской вере. Подчас кажется, что веры мало. На самом деле, это наш субъективный взгляд. Возможно, в каких-то ситуациях эта вера оправится таким образом, что мы совершим, может быть, даже подвиг неожиданный для нас. И та вера, которую мы считали в себе слабой, окажется сильной, способна побеждать преграды и дьявольские искушения. Дорогие телезрители, мы рады вашим вопросам. Задавайте вопросы священнику через сайт телеканала СЕИМ. На главной странице сайта есть специальный баннер «Задать вопрос священнику Сигарю». Время нашей программы подходит к завершению. Я желаю вам мира и благополучия, всяческих благ, и пусть Божье благословение пребывает над всеми вами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok